всем добрый день это канал гетокласс с вами андрей щетников и мы продолжаем разговор начатый в предыдущих роликах первым был ролик про фалеса милецкого который измерял расстояние до корабля в открытом море от этого ролика мы перешли к разговору о построении геодезических триангуляционных сетей и среди вопросов заданных к этому второму ролику был такой а как они эти люди определяют координаты точек на земной поверхности с помощью астрономических методов те самые пункты лапласа которым и привязывается вся триангуляционная сеть ну ясно что в голову сразу приходят какие-то простые что называется школьные методы ну например широту можно определить грубо наблюдая за полярной звездой по углу над которым она находится на горизонт на котором она находится над горизонтом но для определения долготы нужно использовать часы и был разговор о том чтобы наблюдать прохождение светил через меридиан небесный ну дальше задумываешься и понимаешь что эти методы могут оказаться недостаточно точными для тех работ которые ведут геодезисты и возможно они используют какие-то совсем другие методы которые нам не приходят в голову ну и вот я стал разбираться полез в литературу и оказалось что есть такой совершенно прекрасный метод в котором измеряются высоты двух светил над горизонтом и вот именно этот метод мы с вами сейчас обсудим ну понятное дело на чертеже а суть этого метода состоит следующем вот я для начала изобразил условную небесную сферу и какую-нибудь яркую звезду на ней у этой звезды астрономами с очень высокой точностью измеренные и небесные координаты широта то есть расстояние угловое от северного полюса и долгота на каком меридиане небесном она находится теперь мы в центр должны поместить земной шар ну конечно на этой условной картинке шар должен быть очень очень маленьким но тогда у меня ничего не изобразится земной шар вращается относительно небесные шферы ну или если вам нравится небесная сфера вращается относительно земного шара это для нас без разницы и мы говорим что где-то на земном шаре имеется такая точка что эта звезда в данный момент времени находится точности в зените над головой ну теперь я вот этот большой большую в эту сферу буду задать земным шаром для того чтобы построение своей выполнить поэтому я убираю накладной земной шар значит мы стоим вот в этой то есть если бы мы сейчас в этот момент времени стояли в этой точке то вы бы ту самую звезду видели в точности над головой в зените что это за точка можно рассчитать зная координаты звезды и зная время мы в какой-то другой точке находимся не здесь и ведем наблюдение этой звезды вот значит мы стоим на земной поверхности это наша вертикаль а звезда видна под некоторым углом от зенита обозначим его буквочкой альфа значит это угловое зенитное расстояние а теперь самое главное соображение где же мы тогда стоим на земле а стоим мы на некоторой окружности с центром в этой точке и такое что если мы построим конус то вот этот уголочек как раз и будет уголочком альфа конус из центра земли с вершиной в центре земли вот значит мы нашли геометрическое место точек где мы находимся а теперь мы ведем наблюдение за какой-нибудь совсем другой звездой ну которая соответственно вот в этот следующий момент времени наблюдений находится например где-нибудь здесь и точно также измеряем зенитное расстояние этой звезды и выясняем что с таким зенитным расстоянием мы бы находились где-то на вот этой коричневой окружности ну а это означает по методу двух геометрических мест что мы находимся или вот в этой точке на поверхности земного шара или вот в этой но поскольку они разнесены друг от друга достаточно далеко мы примерно то знаем где мы находимся то бы правильную из них выберем ну а дальше или надо взять глобус и на нем все эти построения выполнить но понятное дело что тогда точность будет ограничена размерами глобуса или попросту взять а или взять и написать математические формулы которые по данным этой задачи то есть по координатам небесным звезд моментом времени когда было произведено измерение и по зенитным углам позволяет вычислить земные координаты этих точек что и было сделано некогда гауссом ну а мы обсудили принципиальную сторону дела на мой взгляд она исключительно красивая и правда вот тот кому это пришло в голову первому он был очень конечно большим умом придумавшим такую технику но и поэтому мне показалось интересным это вам рассказать именно потому что это красиво ну дальше пишите ваши соображения комментарии пожелания до новых встреч